Друзья, если вам нужно восстановить удалённые данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Windows 10, 8 и 7 позволяют использовать несколько мониторов, используя встроенные возможности системы, не прибегая к сторонним программам. Многие люди уже используют по несколько мониторов, подключенных к одному ПК. Это намного упрощает работу и повышает её продуктивность. Зачем использовать только один монитор, если у вас есть возможность использовать два и более и видеть больше сразу, без лишних манипуляций. Дополнительные мониторы позволяют расширить рабочий стол компьютера и открыть больше программ. Дополнительный монитор даёт возможность забыть про Alt-Tab, а посмотреть на второе окно просто взглянув другой монитор. Итак, начнём. Для подключения нескольких мониторов прежде нужно убедиться, что ваш компьютер поддерживает такое подключение. Большинство новых компьютеров оснащены более чем одним портом для монитора. Это могут быть DVI, HDMI и DisplayPort выходы или же старый VGA. Взгляните на заднюю панель ПК и убедитесь в этом. Теперь, когда вы убедились, что ваш ПК поддерживает подключение нескольких мониторов, вы можете подключить их вместе. Просто подключите их к соответствующим выходам на компьютере и Windows автоматически расширит рабочий стол. Теперь вы можете просто перетаскивать окна между мониторами. Если этого не случилось, а на мониторах дублируется изображение, это быстро можно исправить, нажав сочетание клавиш Windows с плюс P. Появится боковая панель, на которой сможете выбрать режим отображения. Нужно выбрать «Расширить» для расширения рабочего стола. Иногда, в случае со старыми мониторами, операционная система может не подтянуть второй монитор автоматически. Чтобы настроить мониторы, нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши, затем «Параметры экрана» и нажмите кнопку «Обнаружить». Далее «Определить» и вы увидите номер каждого монитора, отображаемый на дисплее. Номер один – это ваш основной монитор. Можно перетащить второй монитор в удобную вам сторону, справа или слева. Нажмите «Применить», чтобы сохранить изменения. Еще, можете щелкнуть каждый подключенный дисплей и выбрать для него соответствующий уровень масштабирования, что полезно, если один из них с высоким расширением, а другой нет. Также в Windows 10 и 8 можно выбрать отдельные ориентации дисплея. К примеру, если один из них перевернут на бок и нужно повернуть изображение. В разделе «Несколько дисплеев» вы можете выбрать как именно использовать дисплей. В режиме «Только экран компьютера», «Повторяющийся», «Расширить» или «Только второй экран». Это те же самые параметры, которые вы можете получить, нажав Windows Plus P. Также есть возможность изменить какой дисплей будет основным. Выберите нужные в верхней части окна, а затем внизу установите метку «Сделать основным дисплеем» в разделе «Несколько дисплеев». Windows 8 и 10 также позволяют расширить панель задач на нескольких мониторах. Чтобы активировать эту функцию, откройте «Настройки», «Персонализация», «Панель задач» и включите опцию «Показать панель задач на всех дисплеях». Как видим, панель появилась и на втором дисплее. Нажав сочетание клавиш Windows Plus P и переключив режим «Повторяющийся», будет дублироваться изображение, что очень удобно, к примеру, для презентации, дублируя экран своего ноутбука на большом дисплее. В режиме «Только экран компьютера» будет работать только основной монитор. В режиме «Только второй экран» соответственно только второй экран. Если вам нужно установить разные обои каждому монитору, нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши, далее «Персонализация», выберите «Фото», нажмите на нем правой кнопкой мыши и укажите для какого монитора установить данные обои, номер один или номер два. Если нужных обоев нет в этом списке, нажмите «Обзор» и укажите папку в которой они находятся, выберите нужную и нажмите «Выбор картинки», после чего она появится в выборе «Фото». Если у вас в Windows 10 при нажатии правой кнопкой мыши по картинке нет выбора монитора, нужно будет ввести одну команду. Сделать это довольно просто, нажмите сочетание клавиш Windows Plus R и введите следующее, эту команду вы найдете в описании под видео, затем нажмите «Ввод». После этого выбрав нужную картинку и кликнул по ней правой кнопкой мыши появится контекстное меню с выбором монитора, к которому будет применено изображение. Так вы можете установить сначала первую, потом вторую и в зависимости от количества мониторов последующее. К большому сожалению, в Windows 7 нет встроенных механизмов для решения этой задачи. Для установки разных обоев нужно будет использовать дополнительный софт. На этом все, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока.